и нет я говорю о дн где астаханские нормативы на стаханской области построили на базе 154 постановления по домам где нет общих счетчиков это я беру дома пятиэтажные где девять этажки там два раза больше понятно 14 киловатт вот если 6,7,8 киловатт дополивать нам по квадратным по людям рассчитываю дачу давайте не будем заниматься почки мишени будем заниматься главное это ломать сам порядок расчета удаляя пусть у нас будет общий прибор учета но мы будем ходить деталь потом теперь у нас рассчитывается так и как у вас вас приходить у тех кого поставили счетчики общие домовые кому поставили счетчики калужская бытовая компания значит так требует индивидуальные показания собрать и на счетчике что но потом у них есть коэффициент трансформации это какая-то тайна никому не известно то есть 60 коэффициент трансформации где написано на сайте калужской бытовой компании написано ясно коэффициент трансформации вам скажет управляющая компания управляющая компания только говорит 60 а почему не 10 все понял что я просто понять потому что моем регионе нет информации нету хотя я столкнулся с этим саратом потому что не успел разобраться почему это возникло мне будет адапозе большая вот давайте мы с ней протокольно отметим как задача запросить трансформации дело в том что счетчики которые идут трехфазные они имеют маленький ампитраж 6 ампитраж и поэтому чтобы считать по вашему дому ставится трансформатор тока и счета подождите и стоят три трансформатора тока которые считают на счете и каждый трансформатор иметь определенных офицеров и зависимость от этого трансформатора тока вам увеличили трансформатор тока могут быть 60 но они там есть они могут быть 10 зависимся от они могут быть 10 зависимся от это зависимо от паспорта а это зависимо от себя что выливается паспорте на счетчик это зависимо от чего выливается потом на каждого жителя это все правильно я поэтому и завтра правы товарищи походе давайте так вот мы с вами следующее собрание будет 23 апреля следующее собрание нашего жилищного актива будет 23 апреля не здесь а в ленина 93 в 17 часов а вот сейчас мы уже накидываем вопрос это один из вопросов которые надо будет обсудить хорошо вот у меня будет я предварительно смотреть мне кажется так уважаемые товарищи вопрос капецент трансформация сегодня я вам не могу на него ответить хотя объяснение анна александр владимирович руководитель управляющей компании вас не устроило поэтому мы пригласили специалиста из-за вот этого мрска и он нам объяснит 23 апреля в 17 часов городской управе там что есть 13 кабинет у меня только единственное будет небольшое предложение и опять-таки его протоколе сейчас отметить когда мы информацию принимаем на слух особенно сложно нам она почерпывает удобная понятность и более когда возникает вопрос не консультации а конфликт ясно идет на эксплуатовой компанией объяснять насколько это интересно на эксплуатовой компании я думаю что разумно заранее запросить энергосбык их официальный письменный ответ по этому делу чтобы они составились на соответствующие пункты наверное 354 или 44 в основе не знаю в каком из них что я такого просто не видел 354 и можно было бы по 354 разобрать в том числе где запрашивать вот я там про кефцент тоже ничего не читал почему я говорю друзья давайте мы не будем тут перерывать мы теряем процент от времени прошло назваться мы на камеру пишут фамилия и адрес ваш начали ковчатки пожалуйста вы так у меня опять возвращаемся к теме региональных операторов от софинансирования со стороны федерального бюджета и регионального бюджета ноль регионального финансируется действенность среди оператора на ремонт собственно домов регион не обязан выделять деньги но когда в колоде я не знаю где обстоит но это не по то есть не спятом это именно вот сюда по 185 именно поэтому а это не слышал женщины замечать а анна андреевна так я поняла значит не будет еще вот возвращаясь к спецсчетам и китровскому бюджету можно ли каким-то образом добиться от регионального оператора чтобы он все-таки выставлял платежные квитанции не только тем кто в его котле но и соответственно можно я об этом говори потому что почему мы должны платить фактически вот всех людей делаем на две касты вот эта каста она будет бесплатно туда перечислять а вторая каста должна еще дополнительной расходности потому что она решила уйти из общего котла в спецсчетам вопрос понятен значит смотрите у нас как раз реализована та модель прогрессивная про которую вы спросили то есть у нас счета будут выставлять региональных операторов за вычетом тех ситуаций когда жители дома сами хотят этим заниматься ну такие то есть ситуации возможно там маленькие там они большие или где больше паналу собирать да чем каким-то другим путем поэтому у нас вообще и по спецсчетам тоже в принципе рекоператор будет выставлять счета так пожалуйста прошу вы потом задетьте платка и потом возвращаемся вперед да мужчина мужчина пожалуйста как в Астрахани организовано проведение капитального ремонта домов по решениям трудов значит есть отдельные эпизоды но их не так много есть есть и хочу обратить внимание что в принципе закон тот погиб то есть как вы помните с изменением в жилищный кодекс с введением 9 раздела фактически 16 статья закона введения в вести жилищного кодекса она у нас ушла в области исторической памяти какая статья 16 там же ею регулировалась обязанность государства ремонтировать неотремонтированные дома нет неотремонтированные но представители этих домов есть вот 270 но это те годов имеется в виду но решение не исполняется значит есть не исполняется судебное решение но это вопрос не помолчите мы не можем это видно по аудитории значит если у нас не исполняется решение суду то мы обращаемся к принципу есть такая 315 уголовного кодекса Российской Федерации а если приступы не работают мы через наших депутатов в воздухе в Российской Федерации обращаемся к руководству приступом город Москва это делается именно так ну понимаю но сами так вот 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 278 домов по моим данным газете печатали короткая неделя ожидают ремонта по решению капитального по решению судов я ответил то есть это надо через пристав через пристав и повторяю еще кроме штрафа есть 315 уголовного кодекса который пристав провинции ну вот вот это вот единственный механизм его надо использовать обязательно пожалуйста потом переходим на левое и идем отказ я вообще являюсь председателем совета домов многоквартирного я считаю собственно инициативным предметом я хочу сказать в первую очередь вообще мы воспитываем культурного собственника и в первую очередь как он платил за себя очень много не платил по всяким количествам и видам и чего угодно управляющий компании они с этим вопросом не работают есть квартиры там за 10 лет не платят я писала чего в конце концов не ответили что мы готовим документы в суд а потом а какое ваше дело это конфиденциальная информация следующий вопрос есть вот как не прописано счетчики москва водой пользуются это вообще-то еще хуже нужно ходить и доказывать почему потому что управляющая компания получает общую сумму сколько ты заплатил а за что ты не заплатил а за что ты не заплатил это неинтересно борта порожает еще больше не прописано что извините это жизнь и вы ее знаете и следующий вопрос при расчете общедомовых нужд у нас был общедомовой счетчик по отоплению по горячей воде вот сейчас прислали по электроэнергии я хочу сказать никто не несет ответственности за предоставление данных квадратных метров жилой нежилого сектора и общедомового имущества я просто с этим столкнулась вот два месяца хожу кэшкар доказываю что у нас общая имущество вот такое а жилой и нежилой сектор столько пересчитали опять не так пересчитали в управляющей компании везде просто даже и цифры каким образом опять зайти в управляющей компании четкие информации из жилого нежилого сектора как общедомового имущества вы назовите дом какой ваш первая с ними спасибо первое по неплательщику если компания развивается только теми деньгами которые платят добросовестные люди это означает что компания и подобно особенно не работает не ничего не платят начать следующую компанию надо отношения заканчивать и заключать договоры с другой организацией и других нет и все остальное это относится то мы с удовольствием не можем мне задавали вопросы почему у нас счетчики на тепло вот показания зачет не идут у нас существует такое постановление 2464 где на два года срочно введение оплаты за места общей пользы за тепло но вместе с тем оплата по счетчикам в основном тоже приостановлены там где управляющая компания согласна вот там они платят но в большинстве платят по нормативу вот как у вас в Астрахани этот вопрос решает сейчас отвечу сейчас скажу значит и подобранность обратно вот о чем было завтра значит у нас решается просто у нас где стоят счетчики на тепло и люди считают необходимых введением эксплуатацию там есть оплата по счетчикам где соответственно счетчики в эксплуатации не введены там нет то есть это исходит из собственного решения жителей данного конкретного грудничного вся модель значит по поводу индивидуальных приборов у человека обязанность ставить индивидуальные приборы ученые она присутствует знаменитым законе ободрательской режиме и мы готовы с вами поделиться стандартным типовым иском об обязании отдельного собственника такой счетчик ставить если пишет Александрович там либо вы требуете с кем его скид и он же будет у нас на сайте следующий момент по поводу опять же предлагаю не обсуждать как чего это бессмысленное обсуждение доломать само постановление и добиваться отмены до новой позиции о поплате по общному прибору учебы вот альтернатива в рамках сохранения счетчиков может быть только одна это тотальная компьютеризация когда любой полномочный может не выходить не не